Так вот, я хотел задать, Ангелина, вам очень простой вопрос. Какая же у нас связь между Луной, Рунами, Магией? И вот это первая часть. Вторая часть – вот слово «Ведьма». Давайте немножко расширим и раскроем это понятие для нашего уважаемого радиослушателя. Коя сейчас в неограниченном количестве нас слушает. Я надеюсь. Ну, точно. Можете даже не надеяться, так и есть. Я надеюсь, что это около тысячи человек хотя бы. Хотелось бы. Касаемо первого вопроса, еще раз, с чем связана магия Руны и Луна? А почему Луна, а не Солнце? Ой, вы меня сейчас уведете в тему. Вы не хотите, чтобы я вам об этом рассказывал честно. Но дело в том, что почему Луна? Потому что вы женщина и вы женщина-маг. Человек, который не то что подвластен, который без Луны просто не может. И все ваши внутренние гармонические циклы управляются Луной. Вся ваша вода управляется Луной. Весь ваш разум стабилизируется или активируется, или запускаются те или иные процессы Луной. Конечно. О Солнце мы поговорим в другую передачу. То есть это вообще целый разговор. Я о Солнце могу говорить неделями напролет, наверное. Без Солнца вообще ничего нет. Это все к тому, что руна Солн есть в рунологии, а руны Луны нет. Ну, куда же вы так спешите? Ну, почему вот вы взяли и все мне скомкнули? Ладно, я шучу. Но я просто хотел к этому плану подвести. Я опередила этот вопрос. Касаемо Луны, то есть однозначно, если даже брать, может быть, мы поговорим попозже об этом, карту Таро, да, Луна. То есть тут получается рак, который прячется в чистом озере, вылезти ему или не вылезти. То есть этот источник на карте Таро, Луна, озеро или пруд, вода, напоминает, конечно, в чем-то источник Урт. То есть если вы так делаете ассоциации, да, хотя это разные абсолютно системы. Касаемо Луны в рунах, то есть язычники древние, они все-таки жили по моим, больше по солнечному календарю. И руны от Луны, вот как таковые магические практики в рунах, от Луны по классике, я вам говорю, по традиции древней, как это дошло до нас, исландцы, шведы. Ну, вы скандинавию имеете в виду, скандинавскую традицию. Именно скандинавскую, да. То есть оно, практики как таковые, рунические, от Луны не зависят. Но если брать уже веканскую какую-то идеологию, да, то, конечно, и веканские практики магии, да, и, в принципе, основное количество ритуалов, да, то, конечно же, любые ритуалы сейчас связаны с Луной именно. Вот. То, как используют. То есть некоторые рунологи ассоциируют, какие-то работы делают магические в определенные лунные дни, да. Другим, в принципе, все равно. Они скорее придерживаются классической концепции. Раньше каждый день, это упоминается в сагах, да, в рунических, каждый день был посвящен у древних скандинавов своему богу. И вот они именно в тот день посвящали ритуал этому богу, которому посвящен этот день. То есть у них даже вот... Там в речах великих есть, да, даже моменты некоторые. Да. Ну, в принципе, о рунической астрологии связи, руны, астрологии циклов мы можем как-то поговорить в следующей программе, потому что сегодня у нас несколько по другим темам мы готовились. То есть, в принципе, кому интересно, вот рекомендую купить именно древние астрологии, да. Леонид Кораблев, «Колдовской полет», руническая астрология. То есть тут совмещение древностей, скажем, тут скорее все. Исследование по древним руническим памятникам, древним календарям. То есть книжечка довольно-таки, брошюрка маленькая. Я ни в коем случае не рекламирую, хотя, честно скажу, Леонид Кораблев, это один из, ну, действительно шикарных исследователей, да, на российской территории. Именно не рунолог, как маг, а именно исследователь. И он собирает все древности, все это переводит с исландских книг, с древних. Он, конечно, большой молодец. Также существует пару рунической астрологии книги Платова, если хотите, почитайте. То есть это уже циклы, это для тех, кто интересуется и рунами, астрологией. В принципе, тут на любителя, как говорится. Вот еще вопрос. Странно, вот вы сказали по поводу радио, да, я фанат в этом плане, это моя работа, и т.д. А вот, ну, как бы радио, это же только маленькая часть. То есть это как бы очень хорошо, но это совсем не все. А как бы вот два главных влечения, скажем, да. Что на карте скажут? То есть даже чисто вот не читая, просто карту посмотрите и интерпретируйте, пожалуйста. Спасибо. Ну вот у меня первая карта вообще на вас вышла, это работа, связанная с финансами. Сейчас она повторяется, только там была шестерка Пентакли. Сейчас тройка Пентакли. Это построение, так как тут дом, пирамида какая-то, суд. То есть вы над, 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 над. Возможно, слушайте, может мне Михаил опять по бирже людей приводит, а вы не участвуете? Вообще, вы понимаете, я, цифры, это два разных человека, понимаете? То есть цифры со мной связаны только в стабилистическом варианте, вот, а все остальное это вообще мимо. Значит, что-то, что вы делаете руками, строите, что-то материально делаете. Вы посмотрите на эти руки, я вас умоляю. Ничего не строю ими вообще. Простите, может быть, ну, то, что связано с руками, с работой, с деньгами. Знаете, где-то, кстати, руки есть, но там больше голова, нежели руки. То есть я неплохой пианист, в принципе, вообще, и этим как бы тоже я зарабатываю деньги, как композитор. Я проще вам скажу. Все равно, вот, видимо, поэтому связаны звезда и вот тройка Пентакли. Да, если меня в Ютьюбе набрать или там в Гугле, то все сразу становится ясно, но дело не в этом. Поэтому Михаил и хотел как бы узнать по поводу там творчества. Вот, однозначно творческий. Однозначно творческая карта. Я думал, я думал, вы так скажете, это было бы намного проще сказать, просто творческий человек, и все, да, и тут уже. Не, ну, вот смотрите, вот тут первая карта создания, дом, да, вышел, то есть вы что-то создаете. Может быть, это дом, может быть, это произведение, но опять же тут лист, да, то есть что-то такое, что вырастет. Вы хотите какое-то произведение создать, а что это руками или творчеством, это не важно. То есть все равно вы хотите что-то материальное, чтобы это воплотилось. Ну, вы знаете, Англия, карты вас слушаются, то есть вы правильно все достали. То есть с интерпретацией тут тяжело, потому что, я понимаю, Миша вам биржевиков обычно дает, и вы как бы как женщина, вы пытаетесь как бы это все свести. Нет, а первый раз было абсолютно биржевик, и абсолютно никто не... То есть это не битва экстрасенсов, и не аналогичное шоу, и тут подсказки заранее. Это абсолютно насчет. Ну, карты взяли правильные, то есть я сам немножечко, скажем так, читаю, вот, и карты меня любят, я могу так даже смело заявить. То есть я сразу, ну, вы показали карту, все, сразу все понятно, то есть, да, оно по-другому быть и не могло, просто вы так очень осторожны, вы так тихонечко, так, знаете, решили интерпретировать. Я могу сказать сразу, занимаешься творчеством, да, потому что там, ну, там по-другому никак, и создаешь, да, ваяешь, то есть что-то. А там уже, знаете, пускай клиент думает сам, грубо говоря, что он там ваяет, каждый клиент знает сам. Но, то есть вы, да, вы абсолютно правы, замечательно. А что еще, что еще карты скажут? Понимаете, я ведь сам не могу на себя разложить, у меня есть свои моменты, по которым я буду это сделать. Я такой сапожник, понимаете, про всех все скажу, а вот сапожник без сапог вообще конкретно. Как начинаю спрашивать про себя, мои руны плохо себя ведут и обзываются. Потому что вы очень, вы вовлечены очень, а нужно не вовлекаясь это делать. Вы понимаете, каждый маг, он с рунами-то по-своему разговаривает. Кто-то на вы, кто-то на извините, а я с ними, знаете, так на ты, в наглую так, давай, говори, короче. Времени мало, говори. И знаете, иногда это срабатывает, но иногда они мне такое устраивают. Ну, дело в том, что потому что руны надо уважать, прежде чем их вытаскивать, это целый обряд. То есть это, я не люблю еще просто так, знаете, тащить там и разбрасывать, и у меня вот эта сонастройка, я настраиваюсь на норны, это три норны, три девы судьбы, да. То есть покажите, я часто спрашиваю, покажите мне прошлое, настоящее и будущее. И тогда уже начиная, а потом их также провожаю. Я вычитала одно время ритуал, ну, конечно, он не классический, но, так скажем, хлопком, ты вызываешь хлопком, ты просишь и уйти. То есть мне просто так сонастроиться легче, да. Вы очень классическая такая, понимаете. Классическая, да, я в этом смысле очень. Да, 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 очень концептуальная, понимаете. Я по-другому на все это дело смотрю, я с точки зрения каббалистической магии на это все взираю. То есть если такая книга... Бабалая и Рун, это абсолютно... Я вот про это и хочу сказать. Я на все это взираю с точки зрения каббалистики. Помните, как Соломон, когда, собственно говоря, храм-то строил Бога, да, за что он делал? Он просто как бы джинов, духов вызывал, да, они камни тягали, а потом он их в бутылки запаивал, от нечего делать и бросал в мертвое море. Развлекался он так. Так вот, в данном случае, ну, ведь, понимаете, в разных магических традициях есть разные инструменты, которые работают, между прочим. Вот. И иногда вот если взять навигейтор от машины и поставить его, примотать его к велосипеду или к самокату, то есть он же от этого не станет показывать хуже, согласны? Может, будете показывать дорогу? Просто скупность моей езды, моим транспортом свет. Согласны со мной? Ну, в общем-то, да, но тут вы должны все равно несколько понимать, наверное, на чем вы едете. Однозначно. Но то, что я еду, это 100%. И то, что навигейтор показывает мне дорогу, это все равно, да. Другой момент, как долго... Другой момент, когда вы можете запутаться, если вы немножечко неправильно вытащили, неправильно настроились. То есть разные системы. Ну, ладно. Я просто не только хотел сказать. Видите, вы делаете все по правилам. А я... Как бы, понимаете, есть... За все же нужно платить, да. И когда с рунами немножко жестковато общаешься, ты можешь получить от них то, что ты хочешь. Но всему есть своя цена. Вот про что я просто хочу сказать. Жестковато общаетесь в плане мантики, хотите сказать? Да, конечно. В плане мантики. То есть, им, конечно, указывать нельзя. То есть, это сами по себе, а не мудрость. Как ты можешь с ними жестковато... То есть, ты спрашиваешь советы через руны у высших. Хочешь, воспринимаешь, что это высшие. Хочешь, не воспринимаешь. Хочешь, думаешь, что это просто перетабы плашки. Ну, я, наверное, я действительно классическая в этом плане. То есть, я верю. Я в Игрегоре нахожусь, что руны даны Одину, да. Хотя, если брать исследования именно ученых, то можно взять такую концепцию, что руны сами, как и племена, их разбросали по всем камням. А вот они так появились. Ну, есть же первые источники появления руны на планете. То есть, в разных континентах они находились. Значит, все-таки высшие силы нарисовали, написали впервые. Ну, конечно. Все-таки не люди, когда настолько писание, начертание похоже. Это не человеческая цивилизация. Я считаю, что это прошлая цивилизация сделала. Вы абсолютно правы. Я считаю историческую концепту. Кто-то в это не верится, говорит, что разные племена писали просто одинаково. И все. И вот разные... Какие там боги? Причем здесь вообще боги, это обычные буквы, на которых писали. Я считаю немножко... Да, да, да. Вы правильно говорите, абсолютно. Я тоже считаю, что это к нам пришло с прошлых цивилизаций. И те существа, кто-то их называет божествами, кто-то погами. Кто-то... Но на планете все равно же они на планете. Другие, да. Другие. Это вообще руны к человечеству не имеют никакого отношения. Руны – это живые существа. Это, скажем, это энергоинформационный процесс. Знаете, в христианстве есть такое понятие Дух Святой. Вот руны – это есть что-то наподобие Духа Святого. То есть, когда я имею в виду жесткий, я просто вхожу в состояние, да, при котором как бы Один, распиная себя на дереве, если так можно сказать, создавал, приносил жертву, да. Ну, вы жестко, потому что каждый раз не нужно к Одину, я вам открою секрет, обращаться. Достаточно норны, потому что норны, они, так скажем, не главнее, но они главенствуют над богами. То есть, даже боги обращаются к норнам для того, чтобы указать человеку такую-то судьбу или нет. Потому что норны всем. Про релицанию, да-да-да. Надо обращаться именно к норнам, потому что сами боги к ним обращаются. То есть, по сути, боги – это посредники между людьми и урдом, да, источником судьбы. Поэтому я обращаюсь сразу к норнам, а к Одину и к конкретным богам за конкретные их ипостасицы. Вы крутая, вы крутая. Я к норнам не обращаюсь, то есть, я считаю... Я не крутая, это классика. О чем я и сказал. «Тише едешь, дальше будешь» называется. То есть, я так, «Э, Один, алло, у меня вопрос, а можно я спрошу?» Говори уже. Не до тебя, видишь. Тела много, да. Ну, блин, тел много. Да, и тел тоже. Так вот. А вот теперь давайте поговорим про ведьмовство. Наши уважаемые радиослушатели, так затаив дыхание, знаете, вы у нас получились между двумя буддистскими монахами, одним пресвятым отцом и несколькими экстрасенсами, которые думают, что они прорицают. Все мы так думаем, никого не хочу обидеть. Так вот, вы у нас такая вот ведьма. Давайте расскажите, пожалуйста, нам про то, что же такое ведьма вообще и что это означает. Вообще люди боятся этого слова, да, на самом деле? Ну, зря боятся, на самом деле. Не вержества. Это слово не нравится. Давайте мы опойдем все без слова на самом деле, потому что... Это заразно. Знаете, я сейчас избавляюсь от некоторых слов-паразитов, так вы наоборот их проецируете. Ну, не проецирую, заметьте, не проецирую. Я просто спросил. Я же не сказал, вы считаете ведьмой и обоскуете. Ведьма – это прежде всего ведающая мать. Но мать – это как мать, которая родила ребенка, так и, в общем-то, в ипостаси женщина, так как любая женщина здоровая, она априори может стать матерью. Вот, еще существует такое слово, как «веста», да, это от слова «невеста», то есть ведающая невеста. Обалдеть! Это все из славянского... Даже боюсь подумать, кто же ведущий жених тогда, при таком раскладе. Ну да ладно. «Ведьмак», наверное. «Ведьмак», ведающий маг. «Ведних» тогда, ведущий жених. Окей, ну это так. Там другие слова, там «колдун», но «колдуны» они больше... «Ведри» – мужчина – это классика, ведающий мужчина, который видящий и предсказывающий. Это ведрик, получается, да. «Ветун», да, абсолютно. То есть такие однокоренные слова, просто у женщин приставка «мать» – «ма», «веста» – «невеста», то есть вот так. «Невеста» – это неведущая. То есть по классике, если брать писания славянские, то есть, может быть, они, конечно, где-то современные или осовремененные темологии, просто слов если разбирать подробно. Нет, ну темология… «Невеста» – почему она невеста? Потому что она не ведает, и вся сила женщины раскрывается после союза с главным мужчиной, и так как предназначение женщины все равно родить ребенка, то есть вся сила раскрывается после рождения детей, так что у меня все впереди. И я ведьма, но я еще молодая. То есть вы молодая ведьма. А сами сказали, что избавляетесь. У-у-у, путаете. От слова-то избавляетесь. Путаете, путаете. Ладно, поправим вас. Смотрите, скажем так, вы же экстрасенс вообще-то, как бы, да? То есть тоже, можно так сказать, правильно? Без «как бы» я не экстрасенс. Я мантик, я торолог, эронолог. Я вижу подкопа. Вот. И это хорошо. Это уже становится интересным. Как говорил, как говорил вот Вертер. Я не люблю это с нового, потому что один человек видит через... Мне легче через инструменты. Согласен с вами абсолютно. Иногда я вижу по фотографии, но это нужно очень настроиться, чтобы меня ничего не отвлекало. Были попадания, то есть меня проверяли. Я смотрела на фотографии и четко говорила, что у человека болит или от чего он умер. То есть я должна сосредоточиться в клинице. Естественно, это не в прямом эфире, все, что это несколько лет. То есть, в принципе, вы классическая колдунья, если так можно сказать. Вы используете инструменты и при помощи них получаете тот или иной результат, правильно? Колдунья тоже, или колдун имеет достаточно злое предназначение. Ой. Да, колдунья – это термин из чернокнижия. Посмотрите от слова «колдовать», «колд». Вот это. Ну, в библии тоже написано, что колдуны, да. Там по колдунам проехали специально. Да, это просто написано. Не боятся ассоциировать с колдунью, потому что ассоциация с сатаной, с дьяволом. Дьявол уже тоже в классическом варианте придумала церковь для того, чтобы понимать, с кем бороться. То есть существует Люцифер, существует сатана. Ну, сатан – это несущий правду, а Люцифер – несущий свет. А дьявол – это совершенно другое. Это некая, так скажем, некая поставь девяти князей Ада. Все вместе соединили и называют это общим словом «дьявол». Это как у Бога много имен. Там же свои демоны, свои поставь. То есть есть вверх и вниз то, что наверху, то и внизу. А оно все друг другу равновешивает, все нужно. Но как такового слово «дьявол» придумал церковь, я считаю. Потому что Люцифер, если вы знакомы с Кабалу, то есть по классике, он же сын Божий. Свет Зари, да, да, да. Да, и собрать не Кабалу, то там отчисления, от предмени, еще шумерскую мифологию. То есть там очень связаны Люциферы с шумерами. То есть, скорее всего, древние иудеи просто украли часть концепции у шумеров, у зоорастрийцев и так далее. Ну не то, чтобы они украли, просто древние свитки шумеров, да, это практически Тора, практически. То есть все же имеет преемственность, мы уже говорили об этом. И ничего не из чего не возникает. В части, если это рассматривать в едином эгрегоре, так скажем, филианство, либо сатанизм новодельный, как придумают, либо поклонение темным силам, да, в эгрегоре именно христианство, то это все две стороны одной медали. То есть, как у Гермеса Трисмегита, да, что наверху, то и внизу. То есть все, естественно, эти силы, если им что-то позволяется сделать, если действительно брать классическую концепцию Кабала, да, что Люцифер сын Божий, да, и он заведует всем адским миром и демонами, то... Ну, кто-то же должен с этим заведовать, да, что, да, что не позволено Люциферу, пока ему не скажет его отец Егова, да, что делать можно, а что нет. То есть такое вечное противостояние во имя круга жизни, во имя равновесия. Правильно, баланс это самое главное. Баланс. Этим миром управляет баланс. Это же там нету ни добра, ни зла, а здесь все оно присутствует. Вот, ну как, опять же, там. В Динавии тоже баланс, если брать под подреву и Дроссель пройти, то девять миров, каждый мир за что-то отвечает, да, есть. Мир Хельмхейм, Ванахейм, Альвахейм и так далее, то есть эльфов, да, мир богов, Мидгард, мир людей. В общем, там тоже целая классическая картина, это можно рассказать о ней в следующей программе, пройтись конкретно по мирам и посвятить этому, если хотите. Мы так и сделаем. Я готовлюсь, наверное, и мы прям пройдемся, я подробненько расскажу, и какие боги там, с каким миром связаны, например, так. Спасибо огромное. Майк говорит, что у нас хотелось бы, если я шурмолог у вас на постоянной основе, чтобы наши концепции программы приобретали дальнейшие несколько развивающие характеристики, чтобы их интересно было слушать. Сейчас у нас ознакомительные темы, да, то я считаю, что нужно уже конкретно вот делать прямо такие вопрос-ответ, да. Да. Ну что ж, Ангел, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня посетили нас своим присутствием. Итак, уважаемые друзья, с вами была радиостанция SunGates. Собственно говоря, Ангела Грант, замечательный рунолог и... Ведьма. Ну, я хотел как-то красиво, вот так взяли, ведьма, да, ведьма, татаролог, рунолог, ведьма и вообще хороший человек, позитивный. Вот, у микрофона был Владимир Гершанов, большое спасибо, дорогие друзья, оставайтесь с нами, дальше нас еще ждет много-много интересного, ну и мы обязательно, конечно же, с Ангелой скоро встретимся в следующем эфире, и она нам расскажет все остальное. Всем пока, до следующей встречи. До свидания. До свидания. До свидания.